Пойдем уже, давай закрываем. Итак, третья группа, не расходимся, все едем ко мне на дачу. Шашлык на берегу озера. О, Винч, какие проблемы? Ой, Вась, а мы домой, я такси уже вызвала, ну сам видишь. Жека, братан, что-то ты не рассчитал сегодня. Все нормально. Ничего, в следующем году буду меньше тебе наливать. В следующий раз я вообще его не возьму на встречу. А нечего было за одногруппника замуж выходить. Да что ты, ждите? Ну давайте, что встали? Пойдем. Давайте, давайте. Что-то плохо. Ну ребята, скорее давайте. Опа. Еще одна перестаралась. Эх, надо. Натулечка, придется тебе у меня. Наташа. 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 Опа. Субтитры сделал DimaTorzok. Так все хорошо было, душевно. После двенадцати песни под гитару пели. Пели много. Один даже за столом уснул. Вы меня слышите? Да, конечно. Продолжайте. Она была очень пьяная, с бокалом не расставалась. Ей даже замечание сделала, чтобы она окурки из балкона не бросала. Конфликты были? Какие? Ну, может быть, неоткровенные такие, скрытые конфликты. Может, вы что-то заметили? Я не знаю, я не видела ничего. Хорошо. Спасибо. Вы можете идти. Что думаешь? Самая, конечно, серьезная. Помогли или сама упала? Вариантов очень много. Вплоть до убийства по неосторожности. Убийца может даже и не помнить, что он убил. Или не хочет признаться в этом. До откровенности тут и не ждем. Никольская Наталья Викторовна, 1975 года рождения, безработная. Во всяком случае, официально. Образование? Высшее, закончила с отличием, по профессии не работала. Трудовая книжка «Кристально чиста». Понятно, дальше. Продолжение следует. Эй, эй. Это что такое? Не знаю. Наверное, сетевой кабель отходит. А нет. Так все в порядке. Ты что, за техникой не следишь? Я слежу. Я вообще недавно разбирал все и чистил. Значит, ну это было не разбирать. Сломал, наверное. О, так, продолжаем. Все нормально. Замужем не была, детей нет, отец умер, а мать живет в другом городе. Ну, а еще, хоть какая-то информация есть, о которой мы человек невидим, как получается. Вот, единственная запись из районной поликлиники, три раза аборт делала. Аборт, три раза. А можно узнать даты абортов и сроки беременности? Во всех случаях начальная стадия, интервал раз в полгода. Четкая периодичность. Ладно, копай дальше и следи за техникой. Ты чего? Доброе утро. Доброе утро, одну минутку. Ничего, ничего. Продолжай. Результат. Интересно. Да, вы как думали, не все так просто? А ты уверена, что она получила травму не при падении? Абсолютно. Более того, при осмотре я выяснила, что жертва упала на правый бок. Есть ушибы и ссадины. И на месте ушибов нет гематом. Это говорит о том, что жертва падала уже мертвой. А травма головы? Не берусь утверждать, но... Но по весу и размеру что-то вроде этого. Ого. Могу? Да, пожалуйста. Да, умеешь ты заинтриговать. За это тебя ценю. Иди сюда. Смотри. Один ноль. Я пошла за своим волшебным чемоданчиком. Стоп. Замри. Не двигайся. Вот, смотри. Один-один. Ты глазастый. Слушай, как думаешь, это затирали или нет? Не уверен. Хотя мог кто-то случайно наступить. А мог и убийца затереть. Вполне. Хотя вот от двери вообще ничего не было. Знаешь, если это был убийца, то он действовал в спешке. Он не заметил кровь на ограждении, а на пол он затер. Но не до конца. Вот кофе. Выпить. Спасибо. Продолжать можете? Да. Мы с Наташей дружили в институте. Но после выпускного не общались. Мы с мужем переехали. А вчера? Да, вчера мы просто болтали. Наташка стала такой эффектной. А в институте ее дразнили гадким утенком. Ну, как я поняла, у нее появился солидный мужчина. Рассказывает там про загораничные круизы, клубы, тусовки. Чем занимается этот солидный мужчина? Нет. Никакая. Вам тоже не говорила? Я вообще ничего не помню. Хватил лишнего и проспал полвечера. Башка болит, мрак. Скажите, когда нас отпустят? Как часто вы виделись с Никольской после института? Ни разу. Я и в институте с ней особо не общался. Понятно. Ну, а вы? Говорят, это вы были организатором встречи. Почему именно этот ресторан? Кормят нормально. Плюс у меня скидка. А какое-то имеет значение. А о чем вы говорили с Никольской? Да ни о чем. Она в основном, вон, с девчонками сидела. Пару медляков с ней станцевала. Почему именно с ней? Да я со всеми танцевал. Странно у вас вопросы. Ну, а разве вас не смутило исчезновение Никольской в конце вечера? Знаете, в такой суматохе я не могу следить за всеми. Перед финишом проверил, ничего ли не забыли, и все. То есть вы возвращались в зал, когда все уже были в холле? Говорю же, проверил. Может, кто что забыл. Может, хватит нас допрашивать? Гарбал нанесен тупым предметом. А после топором? Неубедительно. Я пошутила. Молодец. А вот это очень даже может быть. Нет. Почему? Во-первых, это гипс. При ударе он бы сломался. И потом. Его, по-моему, месяц никто не трогал, столько пыли на него. Вы что такое говорите? У нас ежедневная влажная уборка. Вам виднее. Что вы делаете? А у вас тут весь стол в воске. Не могли бы зажать свечи? Конечно. Ух ты! Это что, фотография Никольска? Да. Скажи, ты анализ на наличие алкоголя в крови сделала? Никольская действительно была так пена, как заявили ее сокурсники? Я с ними полностью согласна. Было много намешано и много выпито. А что еще? Затягиваешь процесс, госпожа эксперт. Что-то мне это не нравится. Ну, я могу понять. Упреки начальства – вещь неприятная. Да вот, что мне не нравится. Что? Ее задушили. Это точно? Точно. Душили тканью. Я взяла на анализ ворсинки с шеей Никольской и установила, что под ногтями есть элементы такой же ткани, как вариант полотенца, скатерть, шторы, простынь, да все что угодно. То есть ты хочешь сказать, что во время удушения она хваталась за скатертью? Не исключено, что физически у нее другой возможности не было. Полотенца. Опа, есть контакт. Сомневаюсь, что Никольская сюда заходила видом из окна любоваться. А тебя, слушай, не проведешь. Прямо Шерлок Холмс. Скажите, а на чью фамилию снимали номер? Понимаете, мы не всегда спрашиваем фамилию наших клиентов. Вот как? Ну, я вас уверяю, сюда мы пускаем гостей, только проходящих у нас торжеств. Все. Мужчина. Да. Вы сможете его опознать по фотографии? Покажи. Только посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот этот. Вы уверены? Конечно. Никакого отношения к убийству Наташи я не имею. А вот у меня появились некоторые нюансы, которые работают против вас. Какие еще нюансы? Наталью задушили в номере, который вы арендовали на час. Глупости. Да, я снимал номер. Устал, вздремнул на часок. А потом отдал ключи Наташе. Я вам клянусь. Ох, что-то не верится. Черт. Если уж на то пошло, у меня есть свидетель. Свидетель чего? Вы издеваетесь? Свидетель того, что я отдал ключи Никольской. Господи, я так и знала. Мне так и уже не узнают. Это все ты виновала. Инна, пора говорить правду. Я видела, как Василий передавал ключи Никольской. При каких обстоятельствах это было? Неважно, при каких обстоятельствах. Она видела, и этого достаточно. Инна, я задал вам вопрос. Мой муж уснул. И мы с Васей поднялись в номер. Но там ничего такого не было, честно. Что дальше? Когда мы ходили, появилась Никольская. Она попросила ключи и сказала, что следующий час оплатит сама. В котором часу это было? Какая разница, во сколько это было? Заткнись. Примерно около полуночи. Никольская была одна? Одна. Я бы случайно прошу. Мужу не говорите. У нас двое детей. Пожалуйста. Вы свободны. А вы цепили нам нет. А это еще почему? Всего доброго. Спасибо. На вашем ботинке обнаружена кровь убитой. Этого не может быть. Я повторяю. На вашем ботинке кровь убитой. Отпечаток соответствует следам на балконе. Вспомнил. Я же вам утром говорил. Я возвращался на балкон, чтобы никто ничего не забыл. Помните? Дерюгина. Дерюгина и Цепелинов. Ясно. Я у вас тут немножко похулиганю? Ты долго ищу? Смотри, что я нашла. Что это? Подержай. Ты знай беременность. А результат-то положительный. Тест принадлежит Никольской. А значит? Да. Вскрытие подтвердила. Она была беременна. Пять недель. Интересно. До этого она исправно аборты делала. Ну, может быть, не успела или... Да, может, не успела. А может, не захотела. То есть, вы думаете, что беременность может иметь отношение к убийству? Ну, в любом случае, Цепелинова придется отпускать. Это еще почему? Потому что его ДНК и ДНК плода не совпадают. В любом случае, он не отец. Ну, это еще ни о чем не говорит. Он мог убить по другой причине. Например, Наталья видела его вместе с Дерюгиной. Я думала об этой версии, но у него такая межпозвоночная грыжа, что он 20 килограмм физически не может поднять, не говоря уже о трупе. Так, Цепелинов пока отдохнет у нас. Ну, заодно и грыжу подлечит. А вы, пожалуйста, проработайте новые версии. Через полчаса я принесу общее заключение. Через 20 минут. У меня в кабинете. Хорошо. А ты успеешь за 20 минут? Так у меня все готово. Я просто хотела кофе попить. Будешь кофе? На запястьях Никольской обнаружены шрамы характерной суицидальной направленности. Хотела с собой, что ли, покончить? Как давно? Думаю, лет 10 назад. Дальше? Дальше. Есть несколько искусственных зубов. Очень дорогие. Насколько? Настолько дорогие, что обычно такого уровня изделия маркируются, как визитная карточка стоматолога. Я так понимаю, в нашем случае протезы не идентифицированы? Совершенно верно. Поэтому стоматолога сложно отследить. Официально Никольская не была у стоматолога. Ни разу. А судя по зубам, очень часто. Думаю, у нее были. Если сейчас в городе пробок нет, наши оперативники уже у нее. Пойдем. Да. Это помещение совсем не говорит о том, что Никольская удачно выскочила замуж. Да, у каждого свое понятие о счастье. На. Окурки относительно свежие. Выкуренные одним человеком. Судя по помаде, это женщина. Она? Да. Она. Так. Ты хочешь посмотреть, что Никольская искала в интернете? Судя по коробкам и алкоголю, это доставка на дом и плюс на котики. Ну, это понятно. Смотри. А Наташу Никольскую из этого подъезда вы знаете? Это из 24-й или 30-й? 30-й. Бедовая баба. Весь дом с ней намаялся. Что вы имеете в виду? Да то и имеем. То окурки с балкона бросает, когда напьется, то музыку врубает в три часа ночи. А женихов меняет, как перчатки. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. А что она на этот разнотворила? Как вам сказать? Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь, но я должен украсть вашу собеседницу. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, что говорит самый честный и откровенный слой населения? Мне кажется, я знаю, чем занималась Никольская. Проституция. Не ты одна. Сейчас Черных проверяет ее телефонные звонки. В общем, телефонная книжка довольно объемная. Я сделал выборку самых ярких и вызывающих имен. Марго, Джессика, Белла, Забава. Забава? Да, это, скорее всего, коллеги наши, Никольские. Да что ж такое? Что, опять? Ты что, не мог экспериментировать? Я его по винтикам перебрал. Ну, нигде поломки нет. Это уже какая-то мистика. Ты ей святой водой его кропи. О, заработало. Слушайте, я не совсем понимаю мою задачу. А ты звони, назначай встречу. Сигналы телефонов Никольской и этих ее подруг часто шли из одной точки. Я по карте посмотрел, это бар «Страус». Он как-то связан с их деятельностью? По отзывам клиентов, там без проблем можно познакомиться. Ну, если, конечно, деньги есть. Ну, так звонить нет? Ну, конечно, звонить. Секоменуешь время оперативникам. Джессика отключена. Кто там следующий? Николь. Нет, Марго. Алло? Марго? Здравствуйте. Мне ваш телефон дала Наталья Никольская. Вы, Иван Сергеевич? Что, не похож? По телефону голос был другой. Вы же знаете, какая у нас связь. Присаживайтесь. Куда поедем? Ко мне? К вам? Или в гостиницу? Огонек не найдете? Не курю. Сначала пообщаемся здесь. Ну, а потом... Может быть, поедем к нам. Никольскую, знаете? Понимаете, ее убили. У вас есть подозрение, кто это мог сделать? Не может быть. Хотя мы с ней почти неделю не виделись. Понимаете, она у нас давно не работает. Неделю? Неделя это давно? Ну, в нашей фирме давно. Она с Геной поцапалась. Понимаете, характер у нее такой резкий, взбалмошный. Генка таких не любит. Она стала работать сама на себя. Когда сюда приходила, Ген ее выгонял. Даже по лесу пару раз выписал. Гена, получается, это ваш... Это наш... Я понял, кто такой Генка. Где мне его найти? Через полчаса нарисуется. Он в белой бейсболке и темных очках. Генка, ты... Генка, ты... Ты че, хочешь, чтобы я оглох? Здравствуйте, Геннадий. 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 Как она у меня часто уходит. Как приходят, так и уходят. Мне что, каждую мочить прикажете? Значит так. У нас очень мало времени. Ну, я здесь точно ни при чем. Да я и забыл о ней. Что вы делали вчера вечером с десяти до утра? В кабаке я каждый вечер, как в офисе. Какие отношения у Никольской с клиентами? А вот тут вы в яблочке. Сиди. Есть у нее один крендель. За ней вяжется мамой Негорюль. Точнее, вязался. Фамилия, имя, телефон. Тут я вам точно не помощник. Без понятия. Это ее личный клиент. Стоматолог какой-то. Говорила, замуж зовет. Поверим? Проверим, поверим. До свидания. В ближайшее время из города исчезать не советую. Да что ж такое? Меня этот монитор скоро доконает. Говорил тебе, подумай насчет святой воды. Очень смешно. Тут спирт не помогает. Ты его что, спиртом брызгал? Контакты протирал. Ага. Все бестолк. Он живет своей жизнью. О, видишь, опять включился. Так, надо спирт распечатать. Давай, давай. Есть. Это список стоматологов, которые занимаются имплантатами. Так что, надеюсь, на твое чтё. Ничего себе. Здесь их прилично. Смотри, тут есть один. Мавров Дмитрий. Может, этот. Не женат. Работает в центре. По возрасту подходит. А возраст здесь при чём? Сутенер утверждает, что стоматолог её замуж звал. Да нет, здесь вообще мимо. Замуж её мог звать кто угодно, даже дважды дедушка. Ну, вот, например, Щукин, 65 лет. Семневаюсь. Хотя у неё в записной книжке был некий карасик. Вот он, карасик. Да, набрать бы его с Натальей на его телефона. Не проблема. Звоню. Наташенька, солнышко, рад тебя слышать. Но мне сейчас пациент. Я тебе перезвоню. А ты говоришь, по возрасту подходит. Так вот, жду вас в четверг. У вас будет немножко зуб побаливать. Так вы принимайте те таблетки, что я вам прописала. Хорошо. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Евгений Анатольевич. Да. Здравствуйте. А вы записаны? Нет, я... Я без записи. Давайте сразу перейдём к делу. Вы знаете Наталью Никольскую? Знаю. Она вчера была убитой. Наташа. Боже. Какое горе. Это я во всём виноват. Водка? Да не в том смысле. Я же хотел её вытащить из этого болота. Но, как видите, не успел. Что вы делали в субботу на воскресенье? Я был в театре с супругой и невесткой. Кто может это подтвердить? Да все. И супруга, и невестка, и вся труппа. Меня там все знают. Я ни одной премьеры не пропускаю. А вы сказали, что хотели вытащить её из болота, но не успели. Что вы имели в виду? Понимаете, ради Наташи я был готов бросить семью. А это очень серьёзный шаг в моём возрасте. У меня внуки. Что же вы не сделали этот серьёзный шаг? Почему? Да я пытался его сделать. Но она предпочла другого. Ну, а месяц назад она сказала мне, что она беременна от неё. Вы имя его знаете? Кто он? Имени я не знаю, но это её старая любовь. Ну, старая любовь, как вы понимаете, не проходит никогда. А Никольская не рассказывала про беременность? Нет. Она всегда тщательно предохранялась. А что? А про любовные романы? Послушайте, все наши любовные романы сводятся только к этому. Помню, она несколько раз хвасталась, что завяжет, начнёт нормальную жизнь. Каким образом? Я не помню. Она говорила про какой-то план или что-то вроде того. Она всегда была о себе на уме. Вспоминайте, вспоминайте. Да нечего вспоминать. Она сказала, что расскажет, когда всё провернёт. Тук-тук, вызывали? Присаживайся. Ты выяснил адрес матери Никольской? А, конечно. Ну что, она уже в курсе? Толстунов подготовил её, как мог. Она держится? Пока держится. Да. Такой врагу не пожелаешь. Когда она приезжает? Ну, пусть сегодня днём. Надо её встретить. И если она будет в состоянии, как-то тактично её расспросить. Думаете, она может дать какую-нибудь зацепку? Следы явно ведут в прошлое Никольской. Так что всё возможно. На сегодня. Будем. Даже не могла себе представить, что Наташа, она ведь так хорошо училась. Пожалуйста. Вы поддерживали связь? Конечно. Не так часто, как хотелось. Но раз-два в месяц созванивались. Расскажите, пожалуйста, о её шрамах на руках. Это давняя история. Сразу после института Наташа начала встречаться с молодым человеком. Любили друг друга. Обещала мне, что поженится. Но потом что-то пошло не так. То ли поругались, то ли ещё чего. Один раз я пришла рано с работы, а Наташа в ванной. И вода красная, красная. И скорая так медленно ехала. Это был единственный раз? Да, один. Потом всё нормализовалось. Наташа устроилась на работу. Господи, если бы я знала, на какую. А вы знаете, как зовут этого мужчину, из-за которого она? Я его всего один раз видела с балкона. Но иногда я слышала их разговоры по телефону. Наташа называла его Лёнечка. Попейте воду, попейте. Привет. Посмотрев записной книжки Никольской, есть ли контакт Лёня? Один. Нет, не надо, спасибо, я запомнил. Леонид Урсулов? Нет, вы обознались. Хорошо, сейчас проверим. Возь документы. Сейчас. Черт. Тихо, 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 тихо. Что это за беспредел? Какие ко мне претензии? Это не претензии, это обвинение по убийству Натальи Никольской. Какая Никольская? Я её в последний раз видел два месяца назад. Она тебя ребёнка ждала. Что, какого ещё ребёнка? Я с проститутками не сплю. Да, я её знаю, но не спал. Не в моём вкусе. Все вы были в ночь, субботы, на воскресенье. У кореша был на свадьбе свидетелем. Где свадьба была? Говори! За городом кабак Мельница. Мельница? Ну да, нормальный кабак. Как жениха зовут имя? Чёртка мой, Лёня Гришин. Вот это я понимаю. Всё, грузим его. Давай, 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 вставай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, что я так поздно, но я бы хотела вам задать один вопрос. Да, я вас слушаю. Скажите, вы узнаёте этого человека? Секундочку, я очки возьму. Угу. Конечно, узнаю. Это Леонид. Это из-за него Наташа вены резала. Иду! Вы кто? Что вам надо? В квартире кто-то есть? Нет. Я так понимаю, вы сестра Гришина? Да, а что происходит? Пусто! Где ваш брат? В свадебном путешествии. Ну, как в путешествии? За городом на турбазе с невестой. А что происходит? А ваш брат прям ловелас. А кто невеста? Хорошая девушка. Лёня за ней почти два года ухаживал. И из богатой семьи. А что ж тогда не в кругосветном путешествии, а на турбазе за городом? Всё это время отец невесты подозревал, что Лёня с его дочерью ради денег. А вы как думаете? Ну, что там у вас? Я загрузил в программу отпечатки Гришина и те, которые мы нашли на месте преступления. Сейчас программа их сравнит. Ну, давай, показывай. Слушайте, ну я уже так не могу, правда. Мне нужен новый монитор, лучше два. Ты знаешь, когда я был маленький, у нас дома был старый ламповый телевизор. Старая, добрая, домикросхемная эпоха. Да. И вот, когда телевизор порохлил, отец подходил к нему и делал вот так. О, посмотри. О, это что такое? Ну, не знаю. Совпадение, что ли? Так на чём мы остановились? На сравнении отпечатков. А есть результат. А отпечатки с места убийства принадлежат Гришину. И отец ребёнка тоже Гришин. Я провела экспертизу. Так, а мотив? Деньги. У Гришина два просроченных кредита плюс квартира под арестом. А невеста с очень солидным, приданным. И чтобы убедить отца невесты, Гришин изображал из себя альтруиста два года. Понимаю. Своей беременностью Никольская могла закрыть нелёгкий путь Гришина в беспечной жизни. Да, она для него была угрозой. Здравствуйте. Здрасте. Что, плюёт? Так, мелочь. Говорят, утром хорошо плевало. Ну, мы с женой после обеда только проснулись. Завидую. Можно я рядышком закину удочку? Может, славлю рыбку покрупнее. Опа. Сорвалась. Да, лови. Я всё равно скоро ухожу. Так, пару раз закину ещё. Что, клюёт? Караши, плотва. Говорят, уже и раки здесь есть. Местные их руками ловят. Я как-то боюсь голыми руками их хватать. А голыми руками Никольскую душить не побоялись? Не понял. Всё, вы поняли, Гришин. Сворачивайте удочки. Без лупости. Да плевать я хотел на показания горничной и мамаши этой проститутки. Это разумеется. По показаниям вашего давнего друга Курсулова, за два месяца до свадьбы вы были на дне рождения. В сауне. И что? А то, что среди приглашённых на день рождения Курсулова девушек оказалась ваша давняя знакомая Никольская. Ну, оказалось, и дальше что? Вы выпили. После чего вступили с ней в связь. И она забеременела. Так, только давайте не выдумывайте. Да, напились, да, танцевали с ней, но ничего не было, так что всё вранью. Тест на отцовство. Пройдём? Знакомый вопрос, правда? Именно его вам задала Никольская, а не задолго до смерти. А что вы хотели? Чтобы я на шлюхе женился? Она угрожала мне свадьбу сорвать. А я к этой свадьбе шёл два года, не разгибаясь. И перед таким знаменательным событием устроили шабаш в сауне. Да. Нет, вам меня не понять. За вас дочь самого богатого фермера никогда не пойдёт, как бы вы ни старались. А за меня пошла. Так что, тест проходить будем? Или так, признайтесь в убийстве? Жене про беременность не говорите. Вдруг из тюрьмы дождётся. Мы вообще когда-нибудь вовремя дома будем, нет? Да, меня это тоже давно интересует. Для начала мы сложим все детали в единую картину, а потом я решу, свободны мы или нет. Начинай. Фух, так. Значит, Никольская и Гришин встречались около года. Расстались по банальной причине. Гришин стал ей изменять. А потом они снова встретились. Да что такое? Да, Никольская хотела помилиться с Гришиным, но он к этому времени жил уже с другой женщиной. Тем самым нанёс ей душевную травму. Слёзы, уговоры не помогли, попытка самоубийства тоже не помогла. Ну вот, тогда и Никольская пошла по наклону. Понятно. Никольская вроде забыла о Гришине, но это случайная встреча. Старый знакомый Никольской, наркоторговец Урсулов, по старой памяти пригласил её на день рождения, в Сау. И после этого Гришин периодически стал встречаться с Никольской. При этом он тщательно скрывал, что собирается жениться. Ну, она тоже не особо откровенничала по поводу своей беременности от него. Да. Но их секреты раскрылись во время случайной встречи в ресторане. Подвыпившая Никольская пошла в обанк, стала шантажировать Гришин. В этот момент Гришин не выдержал и задушил её шторой, когда она курила у окна. А когда выпускники стали собираться, Гришин незаметно вытащил тело и сбросил с балкона. Предварительно ударив её канделябром, рассчитывая на то, что всё это сойдёт за несчастный случай. Ну да, конечно. Отец, опозоренная невеста, не простил бы ему этого. Как же это всё-таки гадко. Подло. Как любое преступление. И вот ещё что. Что ещё? Что? Вы молодцы. Все свободны. Шеф, можно вас на минутку? Да. Не могли бы вы ударить его разочек? Его? Да нет, планшет, что он в последнее время подвисает. Это Толстынов у нас шутит. Дело в том, что вы когда монитор ударили, а он после этого ни разу не тух. Вот так вот и рождаются легенды. Ладно, все свободны. Ну, торопись. Жалко с деньгами расставаться. С ближним делиться надо. С ближним делиться надо. Спасибо. Спасибо. Труп мужчины обнаружили работники Жека. Видимо, он не заметил открытый люк. На височной части головы глубокая рана. Пал ударился головой. Угу. Костяшки пальцев сбиты. На пальце золотой перстень. В внутреннем кармане бумажник. Чем? Ну-ка, ну-ка. О, деньги на месте. Это явно не ограбление. Виски, балык, икра. На приличную сумму чек. Петров Игорь Борисович. Оптовая компания «Достаток». Директор. Петров Игорь Борисович. Подождите в приемной. Директора пока нет. А мы знаем. Вы кто? Я секретарь. Вы по какому вопросу? Сегодня утром нашли труп вашего директора. Как он погиб? Есть подозрение, что это был несчастный случай. Присядьте. Старайтесь успокоиться. Спасибо. Вы успокойтесь. Пожалуйста. Вот выпейте воды. Как вас зовут? Виктория. Да. Сотрудники его любили. Я его любила. Мы хотели пожениться. Виктория, успокойтесь, пожалуйста. Скажите, мы можем осмотреть его кабинет? Извините, мне надо выйти. Вика? Что с ней? Не знаю. Я зашел, она вскрикнула и упала в выморок. А вы кто такой? Меня зовут Анатолий Дмитриевич. Я директор компании. Не вставай, не вставай. А Петров Игорь Борисович, кем у вас работает? Никем. Я вообще не знаю, кто это. Теперь понятно, почему она упала в выморок. Значит, директор компании «Достаток» жив. Да. Зовут его Анатолий Береза. И ни о каком Петрове он ничего не слышал. Тогда зачем этому Петрову фальшивая визитная карточка? Это загадка. Как и то Петровлю он вообще. Он умер 48 часов назад. От пролома в височной части черепа на теле имеются кровоподтеки, синяки, на руках ссадины. Что-нибудь странное заметила? Кое-что есть. Костюм и рубашка у него совсем новые и дорогие. А вот белье поношенное и старое. Да, действительно странно. Только это нам пока ничего не дает. Самое главное, смерть наступила от сильного удара. Предметом с характерным выступом. Такое ранение при падении в люк невозможно. Удар был сильным и точным. Словно человек знал, куда бить. Поэтому нашего неизвестного убили. Сомнений нет. Есть. Что? Совпадение по базе есть. Нашего убитого действительно зовут Петров Игорь Борисович. Ну и чем занимается этот Игорь Борисович? В основном мелкими кражами. За одной из которых, кстати, несколько месяцев назад задерживался. А так адреса нет. В документах сказано, что продяжничает. Родственники? Да, есть жена и брат. Брат Олег Петров живет в нескольких кварталах от мест происшествия. Адрес я уже скинул оперативникам. Похоже, никого нет. Соседей спрошу. Не заперто. Погоди. Кто-то есть? Да. Знакомый ассортимент продуктов. Угу. Виски и кра. Очень соответствует чеку Петрова. Да, видимо, он здесь и выпивал перед смертью. Кровь. Короче, пора будить гражданину. Однозначно. Ирка! Здрасте. А где Ирка? Мы не знаем, где Ирка. Поищем. А вы Олег Петров? Олег Петров? А что, собственно, случилось? Кто вы такие вообще? Пожалуйста. А что я натворил? Пока не знаем. Все с чего, банкет? Нормальному человеку, чтобы отдохнуть, какой-то повод нужен, что ли? А вот это подождет. Ну что ж, знакомьтесь. Ирина Петрова. Ирка. Здравствуйте. А вы супруга Игоря Петрова? Да. Бывшая. А мы теперь вместе живем. А Игорь Петров вчера был здесь с вами? Да. Нет. Тогда или нет? А сначала было, а потом раз и ушел. А вот это чья одежда? Размер обуви, я так понимаю, явно не ваш. А это Игоря. А вот это? Нашла под матрасом. Ирка. Ирка. Я же говорю вам. Ну, брат пришел, принес продукты, переоделся, а потом ушел. Когда он приходил? Какой сегодня день? Понедельник. Десятое сентября. В пятницу. Где работал ваш брат? Чем занимался? Таня, нигде не работал. Откуда же у него столько денег? Не знаю. А, он, это, кровь сдавал. Да, он мне сказал, что он этот, как его, донор. Ну, на этом столько не заработаешь. Извини. Есть результаты экспертизы. Кровь в квартире и на полотенце принадлежат Игорю Петрову. Спасибо. Олег, скажите. А вы знаете, откуда у вашего брата на лице ссадина? Ну, не знаю, подрался с кем-нибудь. С вами, например. А зачем ему со мной было драться? Он пришел, узнал, что его жена ему изменяет. Вот это вы сейчас к чему сказали? В вашей квартире обнаружена кровь вашего брата. И что, вы хотите сказать, что это я убил брата? А я про убийство ничего не говорил. Откуда вы знаете, что он убит? Ну, подождите, вы же спрашиваете. Я понял. Ну, послушайте, ну, зачем мне было убивать родного брата? Зачем? Он узнал, что вы спите с его женой и решил вас проучить. Вы схватили стул и ударили его. А тело бросили в канализационный колодец, чтобы сымитировать несчастный случай. Да не убивал я его. Ну, да, драка была. Но я только защищался. Чем закончилась драка? Он сказал, что у него теперь нет брата. И ушел. А выходит, что брата нет теперь у меня. Они подрались. Просто Игорь не сдержался. Я вытерла полотенцем ему кровь. Игорь умылся и ушел. Ирина, чем занимался ваш муж? Откуда у него деньги на дорогой костюм и часы? Я не знаю, он подрабатывал, где придется. В пакете мы нашли без малого сто тысяч. Случайными подработками таких денег не заработать. Это не его деньги. А чьи? Мои. Ну, хорошо, допустим, это ваши деньги. Откуда они у вас? На следующий день после ухода Игоря к нам пришел человек из страховой компании и сказал, что Игорь погиб и что мне полагаются деньги. Сколько? Сто тысяч. Ну что, у тебя кто-нибудь нашла? У соседей электронный дверной глазок. Включается автоматически, если на площадке кто-то есть. Так, промотай на вечер пятницы. О, заходит с пакетами. А вот он выходит. Сам. Слушай, а брат мог пойти следом? До утра никто из квартиры не выходил. Да, значит, Олег сказал правду. Алими, брат, Ижина проверили. Да, во время убийства они находились в квартире. Как объяснили происхождение денег? Выплата по страховому полюсу. Это не может быть. Вот и я говорю. Ну, это факт. Мы проверяли. Игорь Петров был застрахован. То есть, в случае смерти его супруга получает деньги по страховке? Если смерть наступила в результате несчастного случая. Ты хочешь сказать, что человек погиб и уже через день страховая компания выплачивает деньги? Получается так? Нет. Не получается. Мы еще сами не разобрались с этим делом, а они уже все решили. К тебе кто-то обращался по результатам скрытия? Нет. И на моей памяти ни одна страховая компания не выплачивала компенсацию так быстро. Да. Все это очень подозрительно. Петров не болел. Здоровье было хорошее. Вот документы. Взносы платились регулярно. Так что, все правильно. Мы выплатили деньги согласно полиса. А вы не поторопились? Совсем наоборот. Обычно мы выплачиваем не позже двух месяцев со дня несчастного случая. Я что-то ничего не понимаю. А скажите, а почему вы считаете, что это несчастный случай? Это заключение наших экспертов. И кроме всего прочего, были свидетели. Свидетель? Да. Там все написано. Так. Петров Игорь Ворисович. В заключении медэкспертизы. Погиб в результате несчастного случая 25 мая. Когда? Три месяца назад. Мы бы выплатили раньше, но тут позвонил мужчина и сообщил, что у покойного есть жена. Проверка, оформление документов заняли время. Подождите, вы сказали, что позвонил мужчина. И что он сказал? Да. Позвонил мужчина и сообщил, что у Петрова осталось вдова. А он себя назвал? Нет. Но мы проверили, информация подтвердилась. Мы этого не знали. Петров в документах оказался, что холост. Скажите, а на какую сумму был застрахован Петров? Один миллион. Родственникам, в данном случае его вдове, полагается сто тысяч. Подождите, а остальные девятьсот? Остальные деньги по соглашению получила фирма Орфей. Почему Орфей? Этого я не знаю. Так клиент указал в договоре. У вас есть их адрес реквизиты? Что же получается? У нас какой-то принц и нещий. Да, Петров вел двойную жизнь. В одной он безработный и без определенного места жительства, но в другой преуспевающий бизнесмен. Ну да, в страховую компанию Игорь Петров обратился как преуспевающий бизнесмен. Застраховал свою жизнь на один миллион, после чего его убили. Убили хладнокровно. И все обставили, как несчастный случай. У жены и брата есть алиби. Ну и к тому же они не знали страховки. Ну да, а большую часть денег получила некая фирма Орфей. Которая, кстати, выступила гарантом и посредником в оформлении страхового полиса. Таким образом, смерть Петрова обогатила этот Орфей на целых 900 тысяч. Достаточно убедительный мотив. То есть, я правильно понимаю, вы получаете деньги за то, что помогаете оформить документы клиентам? Ну это не полное описание. Наша компания организует медосмотры в лучших клиниках, поездки на отдых. Если надо лечение, не дай бог, это в общих чертах. А что касается Петрова, то погиб несколько месяцев назад несчастный случай. Все документы оформлены, и, как говорится, дело легло в архив. Можно? Спасибо. Пожалуйста. А как вы объясните то, что Петров воскрес и погиб второй раз? Ну, думаю, ответ очевиден. Это два разных человека. Вероятно, ваш Петров самозванец и авантюрист. А почему тогда страховая компания выплатила в доверии Непетровой деньги? А, это их оплошность. Нужно лучше работать. И тогда не придется платить всяким мошенникам и авантюристам. А мы знаем своих клиентов, и ошибка невозможна. Год назад Орфей подал в суд на медицинский центр Омега. Суд закончился пару месяцев назад. Орфей выиграл дело? Нет, проиграл. Суд обязал их выплатить неустойку 2 миллиона 125 тысяч. Ну, а как выплатили? Да, оказалось, для них 2 миллиона не проблема. Интересно, какие у них доходы. За год фирма Орфей получила порядка 10 миллионов по страховым полисам. От одной страховой компании? Нет, от разных. Так. Нам понадобится список этих страховых компаний и вся информация по ним, которую ты сможешь добыть. Окей? Секунду. Мы получили отчеты из страховых компаний, которые работали вместе с фирмой Орфей. Всего 8 компаний и 10 страховых полисов. Все по несчастным случаям? Да. Все клиенты успешные бизнесмены. Так подожди. Самое главное. Застрахованы все на общую сумму 10 миллионов. Ничего себе. Неплохой бизнес. Да. Что удалось узнать по этим клиентам? Ну, наконец-то. Ничего. Так что ты хочешь сказать? У нас 10 погибших бизнесменов, и ты ничего не можешь найти? В том-то и дело. Я искал по всем критериям поиска. Ни успешных бизнесменов, ни компаний, указанных в документах, не существует. А поиск по фотографиям и отпечаткам? Ничего. И что, между ними нет ничего общего? Это я и хотел сказать. Есть медицинский центр Омега. С которым они сунелись? Да. Но до этого плотно сотрудничали. Именно центр Омега во всех 10 случаях подтверждал личности погибших. Врачи центра заверяли личность до несчастного случая, а после идентифицировали погибшего и подтверждали. Да, руководит этим центром некий профессор Коробов. Конечно, много волокиты, включая бумажную, но в нашем деле иначе нельзя. Скажите, пожалуйста, как это все работает? Буквально. Ну, сложного ничего нет. Заключаете договор, платите деньги, наш центр проводит обследование и делает заключение о состоянии вашего здоровья. Образцы ДНК. Обязательно. Мы ведь делаем комплексное обследование. Если необходимо, мы подключаем и ведущих специалистов города. А все так серьезно? К нам обращаются и правоохранительные органы с просьбой сделать экспертное заключение. А почему именно к вам? Люди у меня здесь работают замечательные. Профессионалы. Так что у нас все точно, ошибки быть не может. Вы могли бы нам дать копии ваших документов? Нет. Нет, пока не выпейте чай. Чай – это источник сил и здоровья. Да, прошу, прошу, прошу. Обращайтесь. Ты на время смотрела? Уже поздно. Силы понадобятся завтра. Я почти закончила. Ну, а что скажешь? С документами все в порядке. С медицинской точки зрения все оформлено безукоризненно. Ну, я это вижу. Тебе что-то не дает покоя. Да. Все клиенты были одиноки и имели хорошее здоровье. Ну, а что? Это неудивительно. Иначе страховая компания просто не оформила бы их страховой полис на большую сумму. Вот и все. И все эти люди были среднего роста и телосложения. Одного возраста и без ярких примет. Одинокие и внешние ничем не выделялись. Да. Все они попадают под формулировку среднестатистический человек. Утро вечером угренее. Иди отдыхать. Папку оставь. Хорошо. До завтра. Пока. Думаю, схема аферы была такова. Здоровых и одиноких людей выдают за успешных бизнесменов. Извините. Садись. Потом эти бизнесмены приходят в страховую компанию и говорят, что хотят застраховаться. По документам у них все в порядке, и поэтому страховая компания не имеет повода им отказать. Да. А затем включается в дело Горовой, фирма-посредник. И по доверенности ведет дела этих бизнесменов со страховой компанией. Пока эти бизнесмены не погибают от несчастного случая. А затем страховая компания выплачивает компенсацию. Львиную долю которой забирает компания Орфея в лице Горового. И немаловажное звено — это профессор Коробов. Его компания подтверждала личность погибшего. Да. Я думаю, что Горовой без профессора не смогла провернуть такую аферу. Я думаю, что они вообще в сговоре. А вот и нет. У них конфликт. Горовой вообще на Коробова в суд подавал. Ну да. Он проиграл и выплатил ему два миллиона. А что если все так и было задумано? Вскрытые оплаты в суд. И все выглядит законно. То есть получается, Горовой находил одиноких людей, оформлял липовые документы и отправлял в страховую компанию под видом обеспеченных людей? Да, совершенно верно. После чего становился их посредником и вел дела этих бизнесменов до момента наступления несчастного случая. Да, все просто и понятно. И при всей очевидности мошенничества прямых доказательств нет. Ну это правда. Горовой-то начнет все отрицать, скажет, что не знает, кто были его клиенты и проверять не обязан. Ну да. Найти одиноких людей с хорошим здоровьем не так-то и просто. Ну он же их где-то находит. Мурат Петрова говорил, что он сдавал кровь. А доноры проходят обследование и там, естественно, есть информация на клиентов. Нужно поговорить с браком. Может он знает, в каком центре покойник сдавал кровь. Олег! Здравствуйте, Олег. А, это вы? Ну что, нашли убийцу? Нет, не нашли, там нужна ваша помощь. Да, пожалуйста, а что нужно-то? Вы упоминали, что ваш брат сдавал кровь. Вы тоже сдавали? Нет, вы знаете, я по здоровью не подошел. Нам нужен адрес этого центра. Адреса я не знаю. А вы там были? Ну был, но адреса я не знаю. Название это помните? То ли здравие, то ли здоровье, что-то такое. Показать сможете? Понимаете, я на кладбище подрабатываю. Оградку поправить, там, мусор выкинуть. Если вовремя не приду, все, место займут. Значит так, вы нам покажете место, мы вас подвезем, и вы будете на работе вовремя. Договорились? Не, ну если так, то пожалуйста. Спасибо. Это то место. Мы здесь уже были. А вы уверены, что вы в Омега приходили? Не, ну название было другое. Ну а так это точно то. Алло. Мы выяснили, где Петров сдавал кровь. Но сейчас в этом здании находится центр Омега. Ты можешь узнать, какая компания работала по этому адресу? Хорошо. Что делать будем? Для начала поедем на кладбище. А то кое-кто останется для заработки. Все в сборе докладывает. Медицинской компании, где Петров сдавал кровь, уже не существует. Она закрылась. Ну что здесь странного? Странно здесь то, что руководителем закрывшейся компании был профессор Коробов. Руководитель компании Омега? Именно. Кстати, компания в донорах не нуждалась. Они тестировали медицинские препараты. На людях? Да. Нанимали добровольцев. У них была хорошая репутация. Дела шли прекрасно, но почему-то полтора года назад закрылись. А что произошло? Фармацевтические компании с ними разорвали договора. Но чтобы разорвать договор, нужна же причина. Да, и причина должна быть веская. Вот что. Узнай, какие именно фармацевтические компании с ними работали. На тестирование медпрепаратов мы тратим большие деньги. Компания Коробова тестировала новые препараты, но была увлечена в мошенничество. Подтасовывала статистику? Это была уже не статистика. Что вы имеете в виду? Вместо тысячи тестов они проводили только десять. А деньги брали сполна, да? Да, деньги брали сполна. Но деньги это не главное. Неправдивые тесты могли повлиять на здоровье людей? И даже привести к смерти. Хорошо, что вовремя заметили. Что, вы не дали ход делу? Скандал нам не нужен, и мы не стали поднимать шумиху. Мы категорически прекратили работать с ними. Что рекомендовали сделать и другим компаниям. И что, ваши рекомендации приняли фармацевтические компании? Профессор Коробов попал в черный список. Все фармацевтические компании прекратили работать с ними. В этом я уверен точно. И профессору не оставалось ничего, кроме как искать новый способ заработка. Как я понимаю, он его нашел, если вы им заинтересовались. А после неудачного тестирования препаратов Коробов открывает центр Омега. Начинает с менее прибыльного бизнеса. Что значит смение прибыльного бизнеса? Омега занимались несчастными случаями, травмами, брали деньги за оказание услуг. Ничего серьезного. Но потом Коробов заключил договора со страховыми компаниями. А Омега, которую он же и открыл, проверяет состояние здоровья тех, кто страхуется. Они же и подтверждают личность убитого, ДНК, рентген. Ну да, очевидная возможность для мошенничества. Именно. Коробову нужно скрыть свою финансовую заинтересованность. Чтобы отвести от себя подозрения, он находит посредника, горового. Угу. Десять несчастных случаев, которые обогатили мошенников на десять миллионов. Господа следователи, мне одному это кажется странным или как? Я проверил все дела погибших. Все скончались в результате несчастного случая. Первое дело падение с третьего этажа. Есть свидетели. Второе, попадание под машину. тоже восемь свидетелей. И третье, травма на даче. Человек скончался в скорой помощи. Такие несчастные случаи подстроить нереально. Я проверил происшествия по датам и сравнил их с отчетами разных служб. Несоответствия я не выявил. То есть, погибших в результате несчастного случая выдавали за застрахованных. Их страховали. потом ждали несчастных случаев. Потом тело привозили в медицинский центр Омега. А потом подменяли данные экспертизы. Несчастные случаи были на самом деле. А погибших выдавали за застрахованных клиентов Горового. И получали деньги. Да, но Игорь Петров был убит. Ну, видимо, что-то пошло не так. У преступников до этого момента все шло гладко. А вот на Игоря Петрова они споткнулись. Почему? Может быть, он что-нибудь знал. А знать он мог только в одном случае. Если был их сообщником. Не обязательно. Брат Игоря Петрова говорил, что подрабатывает на кладбище. Знаешь что, мне кажется, надо проработать вот эту линию. И все, давайте, работаем. Я рассказал брату, что увидел эту могилу. Даже на телефон ее сфотографировал. Хотел Ирку рассмешить. Когда это было? Не помню. Пару недель назад. Петров. А как брат отреагировал на захоронение? Ну, он заинтересовался. Даже приезжал посмотреть. Да. Хорошо, спасибо вам большое. Слушай. Петров не был соучастником. Об афере он узнал совсем недавно. Да. Петров увидел свое имя на надгробии и понял, что его застраховали. Похоронили, а деньги присвоили другие. Поэтому он позвонил в страховую компанию и сказал, что у Петрова есть жена. Надеюсь, что Ирина получит деньги. Да. Там сказали, что жена может получить всего лишь сто тысяч. А остальные деньги забрала фирма-последник. И тогда он решил шантажировать Горовова, пригрозил ему разоблачением и потребовал деньги. За что с ним мы расправились? Я проверил архивы. Все, абсолютно все застрахованные были клиентами Коробова. Значит так, нам нужно найти этих лжебизнесменов. Олег, мне нужно, чтобы вы сделали один звонок. Кому? Профессору Коробову. А кто это? У нас есть основания полагать, что он причастен к смерти вашего брата. Ну, что я ему скажу? Ну, скажите, что знаете, кто и за что убил вашего брата. Но за молчание хотите денег? На понт хотите взять, да? Нет проблем? И назначить я ему встречу. Ну, а если он согласится? Я, честно говоря, на это рассчитываю. Мы запишем разговор о передаче денег, и это будет равносильно признанию в убийстве. Вы готовы? Да. Прошу. И, пожалуйста, говорите уверенно, нам крайне важно, чтобы он поверил. Хорошо. Алло? Профессор Коробов? Да, я вас слушаю. Меня зовут Олег Петров. Я знаю, за что вы убили моего брата. А в общем, тысяч за пятьсот я могу и помолчать. С кем я говорю? Что за шутки? Профессор, это не шутки. Я же говорю, я брат. Короче, так, либо ты платишь, либо паришься на нарах. Понял? почему вы решили, что я причастен к его смерти? Профессор, брат мне перед смертью все рассказал. В общем, так, или ты все заплатишь, или я звоню следаку. Алло? Алло? И что вы скажете следаку? Что я скажу следаку? А я скажу следаку, что страховка раз, несчастный случай два, шантаж три, убийство профессора четыре. Я не понимаю, о чем вы. Но я могу подъехать, и мы поговорим. В общем, так, я работаю на кладбище, так что подъезжай, папаша. Как я вас узнаю? А я в кепке буду и в коричневой корточке. Ждите, я подъеду. Слышь, профессор, деньги не забудь. Ну как? Честно говоря, я удивлен. Да. Я сегодня не смогу приехать. я позвоню вам завтра. Хорошо. Я буду ждать звонка. господин. Стоять! Профессор, вы же сказали, что вы не придете. Откуда вы? тихо, 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 А может быть, это и есть орудие убийства, Угловатый выступ порядка двух сантиметров. Я уверена, что это орудие убийства. Экспертиза это подтвердит. может потрудитесь объяснить, в чем меня обвиняют? Вы, гражданин Горовой, находили нужных людей. Нуждающихся, одиноких, делали из них преуспевающих бизнесменов и страховали их. Извините, но это чушь. Львиную долю этой страховки забирали именно вы. Нелепость. Затем вступали вы, профессор. Да, ну, да. Ваши деньги и связи позволяли отслеживать умирающих в городе людей, но вас интересовали только несчастные случаи. Интересно, интересно. Так вот, когда в городе кто-то погибал от несчастного случая, тело привозили к вам. Вы подменяли личные данные, ДНК-экспертизу и выдавали человека за другого. Вот. Антон правильно сказал. Чушь и нелепость. Ну, какой мне смысл? Я деньги от этого не получал. Деньги получал Горовой. Он и выплатил вам недавно более двух миллионов. По решению суда. Я так понимаю, это была ваша доля от мошенничества. Кстати, очень талантливая схема оплаты услуг. Это просто ваша фантазия. Кладкин, Скоров, Гиркин, Тараканов, Бойко и еще пять человек. Все эти люди погибли от несчастного случая. У вас есть сомнение, что это были несчастные случаи? У меня есть надежда, что эти люди живы. Это какая-то шутка. К сожалению, эти люди мертвы. И я бы вам не советовал с этим шутить. Ну, если, конечно, вы не умеете воскрешать. А давайте-ка я приглашу вас к нам в зал. прошу. Прошу. Позвольте представить. Кладкин, директор оптовой компании. Скоров, генеральный директор транспортной компании. Дальше у нас идут золото-бриллианты, владелец ювелирных магазинов Гиркин. После него тараканов, оптовые магазины, ну и Бойко, энергоресурсы. И как видите, все эти покойники живы, здоровы и даже готовы дать показания. Вы не докажете ничего. Показания этих бизнесменов позволят нам провести эсгумации тел, что и докажет вашу вину. Скажите, за что брата-то убили? Он увидел свое имя на могиле и догадался про аферу. А после этого он решил шантажировать Горового. Деньги хотел по-быстрому срубить, да? Возможно, он просто хотел помочь вам и Ирине. Знаете, как бы ее ни было, он недооценил тех людей, с которыми связался. Горовой сообщил Коробову о шантаже. Тот позвонил вашему брату, обещал заплатить деньги. Ну и назначил встречу. Экспертиза подтвердила, что орудие убийства это трость Коробова. А Коробов медик и прекрасно знал, куда следует ударить. А потом тело бросил в колодец. Ну, что все выглядело как несчастный случай. Но у него ничего не получилось. спасибо вам. Олег, может быть мы вас подвезем? Да нет, спасибо. Мне нужно пешком пройти. Хорошо. Всего доброго. Да, скажите, а профессору то что светит? Подлог, шантаж, убийство. Думаю, мы его долго не увидим. Надеюсь.